Ну а сам министр Павел Климкин сегодня в Харькове провел очень показательную встречу со словацким коллегой. Открывали почетное консульство Словакии, но подтекст и там был частично венгерским. Ведь не так давно у Словакии с Венгрией возникли именно такие же проблемы. Раздача паспортов затрагивала словацкую-венгерскую общину, а это 10% населения страны. Решение было жестким. Всех, кто взял чужой паспорт, лишали словацкого гражданства. Спор дошел даже до Европейского суда по правам человека. И вот теперь украинские дипломаты говорят, что могут воспользоваться и словацким опытом в противостоянии с Венгрией. Мы неизольованными, поэтому мы должны им помочь. А Угорщина, конечно, ее реакция, я сказал, фундаментально неадекватная. Потому что наш консул не порушает никаких законов, не порушает международного права. Наоборот, мы прагнем к развитию отношений с Угорщиной. Поэтому наша лінія и на мальбутнє. Мы не собираемся воювать с Угорщиной. Но мы будем очень четко и последовательно отстроить наши национальные интересы. Это будет и с всеми странами. У Угорщины, до речи, вот мы сегодня тут, в Хайкове, с моим великим другом, министром закордонных справ Словаччини Мирославом Лайчиком. У них тоже были проблемы с Угорщиной. Они не пускали угорцев и судилися. До речи, мы будем их тоже досвид використовывать. У нас есть очень четкий план, как действовать политично, в судах. Есть очень четкий план, вы увидите. Кстати, на этой неделе Павел Климкин написал статью для Европейской правды о двойном гражданстве. Министр подтверждает, что проблема двух паспортов выходит далеко за пределы отношений с Венгрией. И советует начать дискуссию по этому вопросу. Впрочем, Климкин не говорит прямо, что конкретно, по его мнению, должно стать результатом такой дискуссии. Но очень прозрачно намекает о необходимости не ухудшать положение наших сограждан с двумя паспортами. И не клеймить их, как предателей. Это была цитата.